АЛЛА СОКОЛОВА Ну да, мы давайте начинаем первым, я потом присоединюсь Да, как уже сказали, 2 и 3 июля у нас премьера, и мы приглашаем всех наших жителей города Севастополя и, конечно же, гостей Мы очень волнуемся, потому что пьеса такая, вот ее и мало ставили в театре, и фильм снят всего лишь один и давно И когда мы взяли эту пьесу, то казалось, ну зачем нужно сегодня говорить вот о таком человеке, о таком персонаже О котором потом Алексей сам расскажет, о образе Фариатиева Но мне кажется, вот так в общих чертах, мне кажется, помимо того, что рассказывается о том, что рядом с вами появляется вот какой-то такой человек С каким-то таким взглядом на мир неординарным Там еще параллельно раскрывается взаимоотношение в семье, взаимоотношение мужчины и женщины И все это на таком вот уровне, очень тонком психологическом И ценности, которые и вопросы поднимает вот эта пьеса Как ни странно, написанная в 70-е годы, очень-очень откликается на сегодняшние темы, которые необходимы сегодня зрителям, людям То, что волнует нас до сих пор Я бы так сказала об этой песне Ну Алексей расскажет о своей роли, как раз об образе главного героя Да, я, собственно, абсолютно согласен с тем, что сказала Алла Безусловно, мне кажется, этот материал, он востребован как вот сейчас, как никогда Он нужен, потому что очень много жестких спектаклей, очень много спектаклей ярких по форме Очень много, ну, авторов, там, Чехов, допустим, там, Толстой, там, Достоевский, все А эта пьеса Аллы Соколовой, она актриса, бывшая, вот, которая стала писать пьесы, написанная в 70-х годах Поэтому я считаю, что это правильный выбор, это правильно, что театр взял этот материал Я, конечно, собственно говоря, вы знаете, был очень напуган, потому что тот персонаж, который предстоит мне воплотить Если все будет хорошо, если все у меня получится в порядке, в Павел главный герой Это очень сложный персонаж, потому что если в отличие от него все остальные персонажи данной пьесы говорят об очень понятных вещах Это понятные вещи, это взаимоотношения родителей, детей, взаимоотношения полов, какие-то бытовые трудности, профессиональные, все это понятно То, что декларирует мой герой, это не вкладывается в такие вот рамки, в догму Это какие-то вещи, это своеобразная такая его личная философия, которая иногда даже граничит с каким-то, ну, что ли сказать Безумием, да, отчасти, да, его и принимают иногда просто за помешанного Вот, поэтому персонаж Валятиева, конечно, сложный И, конечно, если получится сделать то, что мы хотим, вот, это будет здорово Потому что мы хотим все-таки сделать очень добрый спектакль Понимаете, он должен быть добрый Это должен быть такой спектакль, после просмотра которого зрители, выходя из зала, все-таки, знаете, у них что-то здесь оставалось Чтобы не было такого просто, вот, понравилось или не понравилось, крайностей Чтобы всегда было что-то, что можно было проанализировать Даст Бог нам это удастся А я возвращаюсь к тому, что, конечно, персонаж Павла Валятиева, это очень сложный персонаж И дай Бог, чтобы он был понят, чтобы он не вызывал, знаете, усмешки, иронию Или такое восприятие, что, ну, это литературный персонаж, это литература В жизни такого быть не может Это полностью такой придуманный человек Вот этого бы очень не хотелось Вот, поэтому, я еще раз говорю Фариатев, он романтик, он лирик Он, но в то же время, он стоматолог Он по специальности зубной врач Но при этом человек решает какие-то глобальные вопросы Человек выстраивает свои собственные теории Человек живет ощущением того, что все мы, люди, которые живем здесь Все мы не отсюда, отнюдь, далеко нет Мы пришельцы, тоже пришельцы Вот, но мы оказались волей судеб на этой планете И вот с этими вот такими своими взглядами он и живет Конечно, это очень сложно И он, как правило, оказывается, не понят Как правило Во многих, кто-то с ним смирился Кто-то его принимает за блаженного Кто-то принимает, ну, немножко Вот Поэтому, как бы, но при всем при том Он не так прост, этот персонаж Не прост Он трагичен, я бы даже больше сказал Он трагичен, и зрители увидят это в спектакле Я не буду ничего там раскрывать Фабулы, все Мне хотелось бы, чтобы люди пришли и посмотрели Ну, еще такой секрет оставить Да Вот Поэтому Мне кажется, персонаж Фариатева Он, конечно, не совсем реален Но он в данном, в нашем времени, жестком времени Он востребован И он нужен И дай бог, чтобы получилось Вот, как бы Можно много говорить, но я просто... Но все-таки есть ли какая-то основная мысль Вот именно одна основная мысль или нет? То есть Кто как поймет Ну, здесь, мне кажется, самое главное Вот и моя героиня, и Павел Фарятев Вот образ Алеши Они показаны вот на таком чувстве, как любовь Вот они сталкиваются на этом чувстве И вот происходит такой момент Ну, это потом уже зрители увидят Не хотелось бы это все раскрывать Но вот как в этом чувстве Раскрывается мой персонаж Который не верит во все эти идеи А хочет быть реально счастлив сейчас, всю секунду И тот человек, вот Павел Фарятев Который зовет куда-то туда Вверх посмотреть на звезды Просто моя героиня раскрывает такую маленькую интригу Интригу, она влюблена в другого человека И Павла Фарятева, она, к сожалению, не любит И она не оценила этого человека Его чувства глубокие Его личность, масштаб его личности Она не оценила Она была настолько поглощена своим чувством Своим любимым человеком Что она пролетела мимо этого человека, как комета И вот как это закончилось Ну, не хотелось бы рассказывать, конечно Получается, что на афише указано, что это история любви Получается, история несчастной любви Для кого-то да, для кого-то нет Но, вы знаете, это даже, наверное, хорошо Что финал трагичный Потому что вот остается такой вопрос Как бы, мне кажется, что все будут думать Ну, может быть, потом они встретятся Ну, может быть, Саша одумается Это имя моей героини Может быть, у нее там не получится И она вспомнит о нем И, наконец-то, она сравнит и поймет А может, кто-то скажет, Саша молодец Что зачем она связывает себя с таким странным человеком Кто-то скажет, что Саша эгоистка И так далее У каждого будет вот Самое интересное, что не персонаж Фарятева, не персонаж Саши Не персонаж мамы, там, тети Потом сестры моей родной Которой играет Екатерина Семенова Они все неоднозначны Всегда будет в зрительном зале человек Который скажет, вот это так нельзя Нет, это правильно Но почему так тоже возможно То есть из-за того, что каждый персонаж Своими поступками будет вызывать Даже не одно и не два мнения А несколько Может быть, какие-то противоречивые Там бурные эмоции Отрицательные или положительные Вот это самое интересное Такое провокативное И вот то, что нет счастливого конца Такого однозначного Что все закончилось хорошо Все счастливые Опустился занавес И все замечательно Нет, такого не будет И вот этим эта пьеса очень интересна Я бы, если можно, еще хочу добавить Вот в этом-то заключается конфликт Этой пьесы В том, что Вот вы спросили посыл Вот мне кажется У моего персонажа посыл Там есть как бы две позиции Первая позиция Что люди должны помнить Что человеческая жизнь Она коротка И она пролетает как мгновение Мы все думаем Что она вот и вот Мы еще полны сил Полны энергии Мы еще молодые И в 70 лет мы молодые И в 80 И раз И все закончилось Вот Поэтому он призывает Помнить об этом Он призывает Любить друг друга Уважать друг друга И даже где-то декларируют Какие-то библейские истины Но вы же знаете Что декларации библейских истин Они зачастую приводят К неприятию Люди не готовы Многие жить по этим законам Вот в этом конфликт Понимаете Мой персонаж Он декларирует Какие-то очень чистые Очень духовные понятия Которые как бы априори Должны быть Любовь друг к другу Ценность человеческой жизни Уважение Взаимопонимание Вот Все это должно быть А в жизни получается Совсем не так И вот это вот конфликт В этом конфликт Мне кажется Поэтому персонаж И оказывается Где-то не понят Где-то не принят Где-то он Вот этими Своими декларациями Просто пугает Нормальных людей Нормальных Обычных людей Среднестатистических людей Вот и все Поэтому Если говорить о фариате Вот такой посыл И этот посыл Встречает сопротивление Вот мне кажется Вот интересно Между вами И вашими героями Есть ли что-то общее Или это совершенно люди Которые не похожи на вас Я не буду лукавить Я конечно не фариатив Далеко не фариатив И конечно Я тоже нормальный человек Со всеми слабостями Вот Человеческими Которые нам свойственны Может быть Конечно Что-то есть Это только может быть В силу того Что я занимаюсь Этой профессией Актерской Поэтому Какие-то вещи есть Которые наверное В быту не совсем применимы И не совсем понятны Если бы я занимался Там бизнесом Или чем-то другим Я бы был более другим Более жестким Более прагматичным Не таким Как иногда Вроде бы Как бы надо поступить так Ты делаешь так А почему А бог его знает Ну вот И объяснить это не можешь Но Если говорить Обо мне О моем персонаже Фариативе Это персонаж Который мне нужно Как актеру сыграть Потому что Сам я Увы Далек от этого Увы К сожалению К сожалению Алла А вы похожа на Сашу? Ну если Сашу Я даже сейчас задумалась Могла ли я попасть В такую ситуацию Да наверное могла И даже не обязательно Потому что я похожа на Сашу Потому что когда ты любишь И твое сердце тебе подсказывает Тебе все вокруг кричат Нет это не он Не надо Зачем Посмотри какой он плохой Посмотри что он не такой А если ты любишь То такие заблуждения Наверное я им могу быть подвержена Совершенно спокойно Потому что каждая женщина Если она любит То она любит Свой предмет любви Боготворит его Наделяет его Какими-то несуществующими Может быть качествами Но это свойственная женщина Немножко на каком-то этапе Наверное Вот Наверное Общая у нас Ну такая преданность Своей профессии Мне кажется она преданна Своей профессии Правда у нее Она учитель музыки И в связи с этим Мне надо было Немножко поучиться Играть Потому что там есть Определенные такие моменты Когда я Буду это делать Вот за эти моменты Я очень волнуюсь Потому что может быть Будет сидеть Учитель музыки Здесь нам в зале И как-то меня скажет Не то Но я буду стараться Во всяком случае Пытаться все это Сделать достоверно Вот Преданность профессии Своим убеждениям Следование своим каким-то Решениям Наверное в этом и похоже Да Вот в этом да Но вот Могу ли я так заблуждаться Не знаю Ну может могу Могу ли А я подумал Слава богу Что на сцене Не будет стоять Стоматологического кресла В машине Это был бы конец А кого вы ожидаете Увидеть в зрительном зале Есть ли какая-то Может категория людей Или нет Самых разных Хотелось бы Вы знаете Хотелось бы Вот извинялочка Вы знаете Мы когда оговаривали В театре Этот спектакль Все Мы разговаривали С Натальей Слепченко Режиссером-постановщиком С Григорий Алексеевичем Лифановым Художным руководителем Этой постановки Главным нашим режиссером Вот И мы говорили Мы хотели бы Чтобы этот спектакль Он при всех этих Своих сложных Таких вещах Он бы все равно Был неким таким Гимном тому времени Это 70-е годы Это середина 70-х годов Это соответственно Вот Обстановка Музыка Люди Они все равно были другие Наши родители Наши там бабушки Дедушки Это совсем другая страна Было Все было другое Поэтому мы делаем отсыл И поэтому Нам бы хотелось Чтобы зритель был разным Извинял Вот я Нет Просто я говорю Что там есть И вопросы в семье Которые происходят Между младшей сестрой И старшей Между мамой И двумя дочерьми Между вот Семья Допустим В Парятьевых Это тетя И Павел Это такая Интеллигентная семья Очень И поэтому Как бы Хочется Чтобы и молодежь пришла И даже подростки Там есть и для них Кое-что И есть какие-то Такие очень сцены Такие между сестрами Которые говорят Об определенных Взглядах Вот как раз Подростковый период 16 лет Там вот это все Охватывается Ну то есть Будет интересно Разным совершенно людям Всех бы хотели Даже бабушек И дедушек Особенно людей Которые Вот были В этих 70-х годах Уже такими зрелыми И чтобы они оценили Поняли мы их тех Или не поняли Ну что ж Будем ждать премьеры Посмотрим что получится Спасибо что пришли к суде Время передачи К сожалению подошло к концу Еще раз спасибо что пришли Спасибо что пригласили До свидания Напомню У нас в гостях были актеры Русского драматического театра Имени Луначарского Алла Сальева И Алексей Краснеженюк Я желаю вам всего доброго Увидимся в эфире Информационного канала Севастополя Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо